Ничего, 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 сабля, пуля, штыки, все равно, ты родимая, да ты дождись меня, и я приду. Пленум с Еленой Шмулевич. И вот он пришел, счастье-то какое. Здравствуйте, в студии Пленума сегодня очень влиятельный в области человек, начальник УМВД Кировской области, генерал-лейтенант Сергей Солодовников. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. И мы рассуждаем на тему возможностей и обязанностей власти. Мы сделали короткий опрос, не претендуя на глубокое социальное какое-то исследование, да, как ни странно, для счастья надо народу совсем немного. Дороги, жить красиво, в смысле с точки зрения благоустроенности, жить спокойно, это очень важно, как выяснилось. Вот с точки зрения безопасности, я так понимаю, что мы можем спать спокойно. Как, по вашим ощущениям, у вас в руках вся информация по этому поводу? Мне кажется, чтобы говорить об оценке безопасности, об оценке деятельности полиции, генерала Солодовникова, кого-либо лично, нужно выйти на улицу нашего города и совершенно непринужденно пообщаться с жителями города. И мне кажется, что вот этот социальный опрос, он очень всегда эффективен. Мы вышли, да? Я всегда стараюсь им пользоваться, ввиду того, чтобы вот те критические замечания, которые слушаю в свой адрес и в адрес полиции, и вообще-то по тем проблемам, которые существуют, они для меня совершенно очевидны. Потому что критика – самая высокая оценка своего будущего успеха. Я вам скажу по секрету, что критики не было, за исключением вот каких-то таких легких замечаний. А давайте послушаем этот опрос. Давайте. Давайте его послушаем. Как бы вам хотелось жить? Богатое, долгое, счастливо. Счастливо. Я думаю, что красиво. На нашем городе, чтобы было все благоустроено. Спокойно. Как вы думаете, что должна делать власть? Должны отремонтировать дороги, по которым мы ездим, в первую очередь, и тротуары. Дороги, чтобы здесь хорошие были. Ну и все бы подешевле. Безопасно в нашем городе? Да, я ни с кеми проблемами в этом плане не сталкивалась. У нас здесь очень хорошо. Сейчас 1 сентября прошло, и стоят очень много милиционеров. По сравнению с другими городами Киров достаточно благополучно. Много преступников. Обижают этих пенсионеров-одиночек. Это, конечно, дело в полиции, но и губернатор должен за этим следить. Какими должны быть руководители города, области? Не врать и не воровать. Ближе к народу. Честность, порядочность. Справедливым. Чтобы все жили хорошо. Вот, собственно, все, что нам надо, чтобы все жили хорошо. Там очень замечательная пожилая тетенька. Это просто он сделан в видеоварианте, его можно будет посмотреть. Видно, что женщина пожила очень немало. Вот, заметьте, она хочет, чтобы всем было хорошо, не только ей, там, ее близким и так далее. Я в этом смысле добавлю, я думаю, что не менее важным для человека является еще понятие веры. Когда он верит в правду, верит в справедливость, верит в торжество справедливости, верит в неоткратимость наказания. Когда он верит в руководителей своего города, региона, области. И вот эта вера и надежда, которая подтверждается еще и делами и поступками, мне кажется, это важнейшая составляющая человеческого фактора. А как сделать, чтобы вы верили? Совершать дела и поступки. Не врать и не воровать. Сергей Александрович, на самом деле ситуация с точки зрения безопасности вот такой уличной, на мой взгляд, это просто фактор номер один спокойной жизни. Потому что когда ты не знаешь, как выйти на улицу, как зайти, я помню, такие времена, например, в Нижнем Новгороде были, да, это реально было страшно. Вот как это удалось достичь, работает ли все то, что вы планировали на сегодняшний день? Вы сделали все, что хотели? Или что-то не сложилось? Или что-то требует доработки какой-то? Хорошо говорить по итогам года. Для меня лично это определенное знаковое событие, потому что прошел ровно год. И все те проекты, которые были, в том числе и пилотные, как я их называю, были заложены именно в сентябре месяце, мне думается, получили отождествление тех мыслей именно в период сентября уже 2013 года. Буквально вчера на сайт прокуратуры, прокуратура поместила анализ деятельности работы ДНД, добровольных народных дружин, где признала работу этих дружин неординарной. В чем их неординарность? В результате приобщено к деятельности добровольных дружин и принято жителей 4197 человек. В городе Кирове работает 70 нарядов на сегодняшний день. Не сразу, вы знаете, они стали реализовываться, все поэтапно, и мы только через полгода смогли системно выставить работу ДНД при поддержке общества. И вот когда мы эту поддержку общества получили, и взаимодействие общества власти, всех ветвей власти, начиная с губернаторской, заканчивая законодательной в том числе, при общей поддержке мы получили соответствующий результат. Свидетельство этого результата на 75% произошло снижение убийств на улицах города. В городе Кирове на улицах за год не совершено ни одного убийства. На 75% это цифра по области. На 38% грабежей. На 33% разбоев. Возьмем ситуацию на дорогах. Основной показатель на дорогах это смертность. На территории города Кирова в прошлом году было совершено 44 ДТП со смертельным исходом на сегодняшний день. Сейчас на сегодняшний день их 12. В 4 раза произошло сокращение ДТП со смертельным исходом. Какую стабилизацию жители города получили в результате тех мер, которые мы вместе с вами, жители города, принимаем? А вот как вам кажется, какие меры к этому привели? Потому что на самом деле это очень важно. И ничего не дороже человеческой жизни, на мой взгляд. И если мы говорим, что настолько людей нам удалось сберечь, здесь, конечно, статистика штука такая. В одном ДТП 6 человек погибли, в другом один. Но тем не менее, если это работает, то нужно понимать, как это работает. Нужно, чтобы это работало еще эффективнее, чтобы не было ни одной смерти. Социология и специфика жизни, она такова, что мы от этого не уйдем. Есть различные форс-мажоры, обстоятельства, дорожные обстановки, улица, социальная обстановка. Все равно это будет, этот фактор будет. Но он должен быть управляемым государством, он должен быть управляемым властью. Мы не должны хаосно подходить к вопросам обеспечения безопасности. Ведь почему мы получили такие с вами результаты? Потому что народ поверил нам, поверил в те идеи, которые, значит, выиграла полиция, говоря тогда. И, казалось бы, на том этапе в сентябре, когда мы начинали говорить об этих проектах пилотных, там, народный патруль, значит, ДНД, значит, там, общественные формы антиалкоголизации, народный контроль, они сказались смешными для общества, потому что, ну, от этого отошли. Казалось бы, у нас есть такой пример, да, совковый образ жизни, мы, так сказать, живем в застое, и почему, так сказать, мы сейчас вот, мы современные люди. Нам не казалось, что это способно работать, я согласна. Совершенно верно, это не казалось никому. Но изначально, когда меня поддержали руководители предприятий, и я лично, беседовав с каждым из них, провел более 200 встреч с различным уровнем людей, предприятий, там, общественных форм, мы привели к этому все ветви власти, все. Здесь же комплекс мер, ДНД одно, отмена наших рюмочных закусочных. В городе Кирове всего по области 567 рюмочных закусочных, практически на 80% они закрыты. Опять, возьмем пример мегаполиса Кирова, 128 закусочных существовало, сейчас осталось 27. Идет системная работа по их закрытию. Не просто они перепрофилируются в кафе, мы никому не даем перепрофилироваться на 20 квадратов в кафе. Пускай создают, еще раз говорю, цветочные киоски, аптеки там, все что угодно, но кафе нету. И это совершенно видно. Тем самым, еще раз говорю, мы вот эту отрицательную часть, марганизирующую, лимпионизированную, отодвинули в свои общежития, где они совершают и продолжают совершать право на урешение, но мы их останавливаем и регистрируем в их собственных там, в общежитиях, где они находятся. Где они собираются, да, в эти между собой, как вы говорите. А положительная часть общества, социально благополучная, как я ее называю, которая хочет жить в условиях социально благополучной части, она ходит по улицам нашего города Кирова, и сами кировчане, и сами жители нашего города видят стабилизацию этой обстановки, видят доступность полиции, видят, что полиция меняется, что она стала культурней, что она стала общительней, что она стала доступней. Да, есть издержки, значит, есть замечания, мы на их будем обращать внимание и будем поправлять своих сотрудников, но в комплексе и в целом результат, он виден, видны позитивные моменты, как меняется общество само. Когда раньше оно вываливалось из своих рюмочных закусочных в центр города и побило свой собственный народ, совершая побои истязания, мы сегодня отодвинули эту часть и предлагаем обществу жить по-другому. И общество сегодня в это поверило. Поэтому и отношение общества, и отношение полиции к обществу поменялось, и уровень доверия общества к полиции очень сильно растет. Я этому очень доволен и очень благодарен. И надеюсь, что независимо от того, как бы ни сложилась жизнь моя или чья общество на Кировской земле, сегодня узнало иную жизнь, оно увидело иную степень безопасности, иное отношение к себе со стороны полиции и свое отношение к полиции. Вы сегодня мало услышите от жителей в области плохих слов в отношении полицейского. Вы правы, Сергей Александрович, никто ничего плохого про полицию не говорил, это правда так. Одно из заявлений респондентов было таким, количество громких дел не говорит об эффективности работы полиции или наличии громких дел. Честно говоря, я с ним не согласна, потому что что такое громкое дело? Это дело по отношению к правонарушению или к конкретному человеку, которого раньше почему-то не могли наказать. Оно от этого, собственно говоря, громкое, ничего другого. Мне хочется услышать ваш комментарий. Это показатель эффективности вашей работы в наличии громких дел? В том числе. Для нас не сама цель создания этих громких дел. Дела создаются с учетом той обстановки, которая, ну если мы говорим о декриминализации, той декриминализирующей обстановке, которая сложилась в отдельно взятом регионе. Что произошло на протяжении многих лет в Кинокировской земле? Никаких значительных, ярких, резонансных дел в Кинокировской земле не было. Ввиду чего? Системная, хаотичная, удовлетворяющая потребность друг друга жизнь. В результате произошли процессы, которые могли стать необратимыми. Образовались такие конгломераты противоправной деятельности. Последующие преступные. Это такие субъекты, как Луизянины, Ганжелы, военкоматы. Сейчас нужно перечислять их достаточно огромное количество. Это привело к тому, что общество, общество определило для себя таких вот небольших князей, которые определили для себя устои будущей, устои Кировской земли. И они определяли здесь и социальную политику, и внутреннюю политику, и политику в целом Кировской земли, той властью, которую они сами захватили. Решив, что они являются конгломератами идей. Вот смотрите, на самом деле это не общество, тут виноваты. Если мы говорим о работе... Мы не говорим об обществе, мы говорим об условиях, которые были созданы. Если мы говорим о работе полиции, условно говоря, на улицах, касающейся безопасности, там, неважно, движения или просто жизни, это, да, это работа полиции. Когда мы говорим вот про то, о чем говорим сейчас, про громкие дела, это работа не только полиции, это работа власти. Это были люди неприкасаемые почему-то. Почему, если с этим человеком не могли разобраться, условно говоря, с директором центрального рынка, который вместо того, чтобы деньги, заработанные рынком, посылать в бюджет города, он их куда-то там тратил. А почему мэр города, почему глава администрации, почему губернатор не спрашивали? В том числе с начальником МВД. Можете мне объяснить вот эту ситуацию? Я думаю, что на протяжении ряда лет в Кировской губернии сложились устои огромных внутренних разногласий. Я с ними столкнулся, когда приехал сюда. Огромные противоречия и недоверие друг другу внутри ветвей власти. А что говорить об обществе? Сейчас ситуация резко поменялась. Я против того, чтобы политическими лозунгами карать власть за улицу, за дом. Я за то, чтобы мы консолидировались и делами своими решали эти проблемы. Да, конечно, должен быть лидер, который должен это все объединять. Но негоже, я всегда говорю, обзывать свою собственную власть различными, совершенно нецензурными и не публичными высказываниями, называя их там быдро, например, или еще как бы иначе. Нельзя так делать. Надо подноситься к своей власти уважительно. Власть будет стараться. Делайте им замечания, показывайте на их недостатки, и она сама будет меняться. Народ должен менять свою собственную... Вы не поверите, я не знаю, сколько до вашего приезда было сделано им замечаний. Вы прям не поверите. Народ должен менять свою собственную власть. Нет, не поверите. А что народ для своего изменения делал сам? Не так много. Сейчас народ сам меняется. Народ отошел... То есть вы тут ни при чем, да? Правильно я понимаю? Ну, мы, еще раз говорю, меня, значит, аспекты политических разногласий внутри ветвей власти втягивать не нужно. Значит, мы, причем в вопросах безопасности своего собственного народа, вот. Я политические должности не занимаю. Я занимаю должность, которая обеспечивает безопасность своего собственного народа. Вас в том числе. И за это буду отвечать. А в этой части я могу-то высказывать только свое собственное мнение, которое я высказываю. Спасибо. По поводу незанимания вами политического поста, я могу сказать, что очень много вопросов возникает на тему того, что не готовитесь ли вы к губернатору Кировской области. Вот пришел Солодовников, навел свои порядки. Наверное, он наш начальник будущий. Вот прокомментируйте, пожалуйста. По поводу своих порядков. В своей порядке Солодовников не устанавливал. Это порядки власти, которые должны быть определены законом. Я исправляю только закон, который должен соблюдаться всеми ветвями властей и собственным народом. И независимо от должности и занимаемого положения, за это, как вы видите и наблюдаете в течение года, кому положено, за это несет ответственность. Независимо от занимаемого положения и должностей, и при этом заработанных денег в том числе. Что касается моих собственных амбиций, мне очень лестно и приятно оценка тех социологических опросов и оценка меня лично, как руководителя полиции области, в моих делах. Значит, есть дела и поступки. Что касается, я за это очень благодарен жителям Кировской области и буду впрежде так же верно и достойно исполнять закон. Что касается моих амбиций по поводу губернатства, я не раз уже заявлял. Никогда не планировал и не хочу определять свою жизнь дальнейшую в рамках власти губернатской, либо еще, либо какой. Я профессионал в своем деле, считаю себя таковым, мне эта работа нравится, я ее знаю, я очень горжусь, когда вижу отношения граждан по отношению к себе, когда вижу их яркие глаза и благодарность из их уст в отношении себя лично и того органа, которым руковожу. Мне это очень интересно, приятно, и я думаю, что вот эти амбиции я буду удовлетворять вот именно в этой области отношений. А губернаторских амбиций у вас нет? А губернаторских амбиций у меня нет. В свете последних громких дел, Сергей Александрович, я уже стесняюсь даже спрашивать, над чем вы сейчас работаете? Ну, сейчас мы очень много времени уделяем, во-первых, сопровождению тех дел, которые расследуются и которые закончены расследованием и идет ознакомление их с материалом уголовного дела и направлением дел в суд, ввиду того, что дела значительные и нужно, до приговора суда мы будем их сопровождать, имеется в виду различными формами, в том числе оперативными, дабы во избежание каких-либо эксцессов. Потому что уровень противодействия по серьезным значительным делам, он очень большой, и я его совершенно четко ощущаю. По таким делам, как Ганжелы, последние вот эти вот интриги по поводу его освобождения, которые были в области в августе месяце. Несмотря на то, что я находился в отпуске, я этим вопросом продолжал заниматься, потому как уровень противодействия с их стороны, а ресурс он, соответственно, имеется как в рамках телефонного права, так и материального права. Поэтому это следует иметь в виду, и мы этим вопросом занимаемся достаточно серьезно. Несомненно, есть интересные наработки, которые будут озвучены в ближайшие дни, в том числе и мы системно, системно, не на хопок, двигаемся по вопросам декриминализации Кировской земли. То есть нас ждут еще громкие дела, правильно я понимаю? Ну, конечно, они же, как их оценить, громкие. Мне кажется, системные, мне кажется, системные дела, потому как те лица, которые находятся либо в местах совершения свободы, либо находятся под следствием, с ними ведется соответствующая работа по выявлению дополнительных фактов их преступной деятельности. Вот, и эта работа, она строится системно, еще раз говорю. Совсем недавно появились слухи о том, что, выйдя из отпуска, генерал Солодовников немедленно вернется в Москву. Да, вот. Я слышал слухи, что Солодовников еще должен был в феврале прошлого года уже покинуть Кировскую область, и в ряде интервью в феврале, в марте, все время задавая мне этот вопрос, я говорил, сегодня у нас февраль, давайте дождемся марта, посмотрим, уеду я или нет. Поэтому сегодня у нас сентябрь, давайте двигаться дальше. Пока Солодовник никуда не уехал, и, как все заметили, из отпуска вернулся и продолжает выполнять свои обязанности. Спасибо вам огромное. У нас в гостях был Сергей Солодовников, глава ОМВД Кировской области, и очень благодарна за то, что вы пришли. Спасибо. Ничего, 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 сабля, пуля, штыки все равно, ты родимая, да ты дождись меня, и я приду. Пленум с Еленой Шмулевич.